И всем привет ребят, с вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике и сегодня у нас продолжение обзора нашего обновленного Диктатора, но уже с новой замечательной комбинацией, а именно с пушкой Вулкан. Сегодня у нас будет рассмотрена данная замечательная комбинация именно Диктатора Вулкан с дроном Бустер, это та комбинация которую в последнее время я на стримах начал все чаще и чаще использовать и мне кажется что эта комбинация одна из возможно новых метовых вооружений в нашей игре. Адреналин на Вулкан, на Диктатор иммунитет от поджога, Дрон Бустер как я уже и сказал, сыграем сегодня два боя, думаю что по режимам сегодня мы пройдемся по ТДМ очки, по контролю точек, ну и постараемся показать максимальный результат, ну и я скажу почему выбор падает на этот замечательный корпус, почему лучше использовать его, а не например условного паладина. Все очень просто, за счет прожатого дополнительного овердрайва на протяжении 9 секунд вы имеете критический урон, плюс ко всему прочему вы игнорируете резист и получаете еще дополнительные очки с тиммейтов, которые могут находиться рядом с вами. Раздавая овердрайв, достаточно иметь хотя бы одного тиммейта рядом и уже за него получить очки. Плюс Диктатор за счет своего хорошего, высокого корпуса может находить очень крутые позиции, с которых можно наносить на постоянной основе урон и соответственно намного эффективнее и проще уничтожать противника. Запикивает нас на трибьют, которым мы уже проигрываем на 30 киллов и не сказать, что это супер крутая катка, но будем стараться ее вытягивать и стараться набивать как можно больше очков. Будем концентрироваться больше на игре, меньше я буду сейчас просто говорить что-либо и лучше мы будем сконцентрировано комментировать именно игровые моменты, ну а дальше уже где-то по ходу ситуации возможно обсудим все то, что получается и почему все-таки мне безумно нравится эта комбинация. Понятное дело, что у нее есть минусы и минусов я бы не сказал, что мало, но все равно новый Вулкан, новый обновленный Диктатор это как по мне реально то вооружение, которое может стать в ближайшее время очень метовым и большое количество игроков начнет играть именно на этом корпусе с пушкой Вулкан. Так, ну а по бою мы пока что летим, летим я бы даже сказал без шансов, постараемся сделать конечно как можно больше пилов и вложить максимальный импакт в эту катку, но я думаю, что нам придется наверное пикать еще одну ТДМку. Карта конечно крутая, я безумно люблю 3бью в любом режиме, что бы тут не было ТДМка, ЦПшка, либо там условно даже регби, мне очень сильно нравится эта карта, но к сожалению запикала нас, я бы сказал наверное чересчур поздно. Попытаемся сейчас еще пару овердрайвов хотя бы прожать, реализовать. Ну и наверное нам более выгодно все-таки прожимать левую сторону от нашей базы и пытаться занимать вот этот вот домик и уже от этого домика накидывать урон. Можно было бы кстати здесь на этой карте взять вместо адреналина прорезийные снаряды, потому что домов достаточно и можно было бы от них накидывать урон, можем даже наверное попробовать, посмотреть насколько хорошо это будет работать. В принципе на адреналине можно здесь так сильно не концентрироваться, ну и пробуем просто там кидать куда-нибудь по стенам, куда-нибудь по противнику и дальше уже накидочку какую-то красивую оформлять. Было бы неплохо забрать вот этот замечательный овердрайв, супер, раздаем овердрайв, получаем критический урон, плюс есть еще один овердрайв. Ну видите вот как всегда, так и происходит, когда ты раздаешь овердрайв, то уже, ну вернее даже не то что овердрайв раздаешь, а когда берешь устройство, которое работает от стен, офигеть, вот это цифры просто вылетают. Я даже противника не вижу где он находится, я просто накидываю урон по стене и только вижу цифры, безумные, хорошие, контентовые цифры. Просто вы видите, я просто кидаю по стене, по стене урон, я даже не вижу где там противник находится, что он делает. И такие хорошие, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй контентовые цифры вылетали у нас. Так, ну ладно, здесь нет смысла, наверное, лежать Иначе лежать придётся очень долго Поэтому лучше мы делитимся Ну и вот вам прорезика Наверное, точно надо сейчас заходить слева И кидать просто урон по стенам Просто кидать урон по стенам Даже особо там не понимая, куда летят ваши снаряды Диктатор с вулканом Это вооружение, которое управляется не так просто Да, никто, наверное, с этим спорить не будет Есть своего рода определённые минусы в этом плане Да, и к этому нужно привыкнуть Всё-таки сейчас в большинстве своём игроки играют на вулкане С тем корпусом, который, ну можно так сказать Приваривает ваш вулкан И вы поворачиваетесь постоянно вместе Пушка вместе с корпусом, да То есть все летающие танки по типу По типу паладина По типу крусейдера, ареса Да, хоппер тоже, да Ну то есть все летающие корпуса И поэтому диктатор это что-то не совсем дефолтное Не совсем стандартное Но при всём при этом Мне, например, очень нравится Вся идея использования диктатора И я считаю, что за этим корпусом Точно стоит новая мета И диктатора вулкан имеет смысл быть И это реально тот корпус На котором в ближайшем будущем Я лично точно буду играть в матчмейкинге То есть если я буду использовать вулкан То я буду использовать его именно на диктаторе Как по мне, его очень сильно густанули Этот корпус И сейчас по мете он выглядит Ну просто безумно круто Прям просто безумно круто Ну а насчёт того, что я взял здесь прорезийки Если честно Я бы не сказал, что они на этой карте Очень сильно мне помогают Потому что всё равно зачастую Я стреляю напрямую по противнику Соответственно Я урон наношу меньше, чем я мог наносить Если бы у меня был адреналин Соответственно даже На такой карте, где Нормальное количество стенок Я бы не сказал, что мне очень сильно Эта прорезийка нужна Хотя есть моменты, когда Рандомно залетают какие-то цифры По противнику Но это, наверное, не для этой катки В связи с тем, что Здесь у нас команда сильно не нагибает И мне нужно было бы Давать как можно больше импакта Соответственно мы катку проигрываем Хоть я и здесь 17 килов набил Но этого явно недостаточно Поэтому мы берём обратно адреналин Пикаем ещё одну ТДМ И надеемся на то, что Будет у нас катка с нуля И мы на ней сможем раскрыть Весь потенциал этого Замечательного вооружения В последнее время я Очень много смотрю именно на диктатор И не смотрю ни на какой Любой другой корпус Я не знаю Мне вот после Последнего нерфа Паладина Хочется всё время Искать что-то Альтернативное Этому корпусу Потому что я для себя понимаю Что его скорее всего Будет нерфить ещё И тогда он уже полностью Будет уничтожен Но у меня на этот момент Уже будет Супер альтернативные вооружения Да, по типу там Того же мамонта Ну и теперь уже Нового забущенного диктатора Который тоже показывает себя Очень и очень круто Так, давайте пробовать Карта Которая нас запикивает Идеальная Крутая Бомбическая Песочница ТДМ Уже овердрайв С центра я подбираю Я по таймингу Не особо запомнил Во сколько я его взял Но где-то Наверное около 30 Может быть Чуть-чуть Меньше было секунд Но противник то что Вернее не противник А тиммейт А то что начали так ехать И я не смог раздать овердрайв На своих тиммейт Это конечно не очень хорошо Так, ну и вот Под овердрайвом Два кила Приц немножко подморозил Три кила Да, то есть можно было Четыре даже кила Здесь под овердрайвом Неплохо дать Но главная идея диктатора Это то что вы Помимо того что Раздаете овердрайв На своих тиммейтах И они получают Критический урон При этом вы еще и сами Тоже можете С этого овердрайва Очень неплохо Накидывать Ну и вулкан В связи с тем Что он является сейчас Очень метовым И практически Никак не контрится резистами Да, единственное Чем его можно законтрить Это броненосцам И ну можно сказать Так, защитникам Да Если нет броненосца Если нет защитников То просто вот резист 50% Это явно не помеха Потому что Половина где-то выстрелов Это критические выстрелы Критические выстрелы Не чувствуют резиста Соответственно вы Ничего не теряете Против резиста На этом Замечательном Вулкане Ну и плюс Понятное дело Что когда вы Под овердрайвом Наносите урон То вы вообще Не чувствуете Есть там противника Резист Нет у этого резиста Овердрайв копится быстро За счет хорошей пушки Плюс контроль Центральных овердрайвов И по итогу Ну очень круто Показываете результат Мне реально Этот момент Сильно импонирует Так что Давайте пробуем Забирать сейчас Овердрайв на центре У меня хоть и есть 60% Но Лучше мне сейчас Забрать оверс центра Раздать еще На тиммейтов Выигрываем мы Кстати катку Довольно Хорошо Не знаю зачем Мне правда Аптику Нажал Надо было Дашку Дожидаться И нажимать ее Но по сути Вот видите Даже против Там фуловые ГС очки Играют На два молодых Человека С фуловыми ГСами И один С почти Фуловой Да то есть У него там Чуть-чуть А 3 реза У него Поэтому У него не Фулл ГС То есть Ну как то так Как то так И Когда ты Скрипта Наносишь По 400 урона Я считаю Что это Нереально Крут Нереально Крут Плюс Вы получаете Дополнительные Очки За то Что раздали Овердрайв То есть Вы раздали Овердрайв На тиммейтов Получили очки И при этом Еще сами Забустили Свой танк И получили Супер овер Поэтому Сейчас Я считаю Что паладин С вулканом Ну Это Явно Не лучший Вариант Явно Не лучший Вариант Может быть Даже Стоит Записать Какую нибудь Битву Гоночку Вооружений Да И сравнить Дико Вулканчик С паладина Вулканчиком Если вам Этот момент Интересен Можете Написать В комментариях Может быть В ближайшем Будущем Что то Подобное Мы Запишем И Рассмотрим Так Ну что Пробуем Пробуем Накидывать Пробуем Накидывать Надеюсь Что будет Неплохо Залетать Да Никто не спорит Что С диктатором Управления На вулкане Становится Намного Тяжелее И если вы Например Играете С телефона Ну даже Если вы Играете С компа То Управлять Диктатором Вулканом Намного Намного Тяжелее Чем Паладином И любым Другим Летающим Корпусом Но Если вы Привыкнете К этому Диктатору Поверьте Мне Вы будете С этого Иметь Очень Большое Количество Дополнительных Очков Которые Например На том же Паладине Вы Просто Напросто Получить Не Сможете 21 Килл 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 Также Немножко Подбешивает Вот этот Звук Постоян Я Все Таки Не могу Лично Играть Без Звука В нашу Замечательную Игру Поэтому Моментами Бывает Уже Там Вот этот Которая Дает Наш Замечательный Вулкан Бывает Подбешивает Да Согласен Но А так Если Смотреть С точки Зарения Реализации Актуальности И Импакта Этого Вооружения Этой пушки То Оно Просто Безумное Оно Безумное Колоссальное Вот Поэтому Боя Тут Вообще Типа Говорить Нечего У меня 26 Киллов 26 На 5 Я И у меня Есть Ощущение Что Если Б Я Б Играл Б В Этой Катки На Страйкере Страйкер Б Показал Себя Хуже Ну Либо Показал Примерно Так же Ну Ладно Здесь Уже Резы Пошли Да И Со Страйкером Без Резов Наверное Было Ну Примерно Так Примерно Так Не Скажу Что Лучше Но Примерно Так Тоже Можно Сравнить Дико Вулкан Дико Страйкер Можно Тоже Сравнить И Посмотреть Что Будет Лучше Себя Показывать Но Мне Пока Дико Вулкан Очень Сильно Нравится Очень Сильно Так Овердрайв У нас Падает На Центре Но У меня При Дикта Вулкана На Страйкере Бывало Такое У меня Очень Часто Что Не Получалось Только Набивать Ну И Под Критами Вот Этот Урон Это Просто Безумно Большие Цифры Безумно Быстро Уничтожается Противник У меня Пытаются Здесь Свестись Было Неплохо Нанести По всем Хоть Какой То Урон По Всем Четырем Танкам Я Чуть Хотя бы Нанес Соответственно По пятерочке С каждого Если Их Уничтожат Я Уже Получу И Это Очень Очень Достойно Так Овердрайв У нас На центре Нужно Будет Сейчас Точно Контролить И Нужно Будет Его Забирать В связи С тем Что Я Сейчас По Проценту Уже Точно Отстаю Так Спрятаться Нет Не успеваю Бустера Мне К сожалению Сбили Ну И По Альтернативам Что Здесь Можно Брать Место Бустера Можно Брать Гипериона Ловкач Наверное Особо Нету Смысла Использовать Под Диковулкан Все таки Это Больше Вооружение Которое Нужно Реализовывать Ну Более Статично Да То есть Вам Здесь Не надо Некуда Торопиться Никуда Ехать Да Вам Надо Просто Наносить Урон Гиперион Да Можно Использовать Кризис Ну Я Наверное Лучше Не Использовал Да То есть Лучше Бустер Гиперион В этом Компоненте Работало На постоянной Основе Но Бустер Лучше За счет Того Что Вы Получаете Дополнительный Урон ДД Плюс При этом У вас ДД Есть Соответственно Вы Очень Хорошо Наносите Урон По Противнику Ну И Работаете Максимально Четко Качественно Так Должен Падать Сейчас Увердрайв Да Он Уже Приземляется Было 80% У меня Можно Было Наверное Даже Если Честно Оставлять Его Под Тиммейта Ну Ладно 20% Быстрее Тоже Неплохо 40 Киллов У меня Уже Есть На протяжении Этой Катки При этом Если Я бы Просто Давал Бо Килы Да У меня Очков Было Было Бо Явно Здесь Меньше Наверное Где-то Около 700 То есть Где-то 160 Очков Я уже Здесь Заработал Со Своего Диктатора Может Конечно Меньше Ну И плюс Нужно Понимать Что Очень Много Дополнительных Очков По Пятерочке За танки По которым Я просто Нанес Урон Но Не Уничтожил Я Также Получил На страйкере К слову Таких Ситуаций Последнее Время Становится Меньше Потому Что Вы Сразу Стараетесь Уничтожить Противника А не Просто Нанести Ему Урон Так Ну И Пробуем Сейчас Здесь Еще Поработать Слева Забрать Вот Этого Молодого Не Знаю Получится У меня Или Нет Он Там Уже Начинает Гореть Уже Овердрайв Даже Свой Прожимает На Мамонте Когда бы Его Не Уничтожили Скоро Должен Быть Овердрайв На Центре Нам Было Бы Неплохо Его Законтролить Было Бы Очень Неплохо Его Законтролить Лукан Там Все Прячется Слева Не Хочет Крываться Титан Там Уже Титан Можно Было Бы И Слить Если Честно Ну Ладно По нему Неплохо И так Залетело Да Вот Тут Конечно Есть Минус Когда Вы В Упоре Против Танков Сходитесь В Упоре Конечно Немножко Тяжеловато Контролировать Диктатор Все Таки Высокий Корпус Но Если Например Вы Тянете На Дистанцию Противника То Там У вас Все Очень Круто Эффективно Получается То То В В Этом Плане У Вас Не Будет Никаких Минусов Ну И Против Летающих Корпусов Тоже Контролировать Потяжелее Будет Потяжелее Будет Контролировать В моменте Не все Так просто Но Вот Против Резистов Вы видите Да Что происходит То есть Что есть Резист У молодого Человека Что его Нету Под критами Он Максимально Быстро Улетает И даже Вон там Мамонт С Резистом Наверное Тоже Сейчас Быстренько Лопнет Насколько Быстро Да Лопнул Только Сомничтожился К сожалению То есть Я его Перестреливаю Ну Вот так Вот Вот так Вот Друзья Вот Так Вот Это Работает Сыграем Я думаю Что Сейчас Еще Одну Катку Будет Конечно У нас Довольно Долгий Видеоролик Но Мне Хотелось Еще Посмотреть Как Себя Покажет Дико Вулкан В ЦП По Этой Катке Я Ну Просто Вы Сами Все Видите Да То есть Мне Здесь Говорить Не о чем У меня Тысяча Уже Есть В ТДМ Да То есть В ТДМ 6 на 6 6 на 6 ТДМ Тысяча Уже Есть Да При том Что Я бы Не сказал Что Здесь Такой Прям Максимально Слабый Соперник Есть И Неплохие Титаны Есть Конечно И Харьки С Васпами Да Которых Довольно Легко Уничтожить Но И при этом Есть Тоже Довольно Серьезные Ребята С мамонтами С Титанами Которые Тоже Очень Эффективно Стараются Здесь Отыгрывать Наносить Урончик И уничтожать Так Ну и сейчас Будет падать Увердрайв На центре Мне было бы Очень неплохо Его бы Законтролить Где-то Через 10 секунд Он Уже Должен быть Нифига себе Титан прожал Купол И сам Взял Уехал С него Я думал От него Будет Отыгрывать Будет Контролировать Какой-то Странный Если честно Молодой Человек У меня здесь Фриз сливает И падает Овердрайв Блин Не в тайминг Вообще падает Грустно Немножко Когда такое Происходит Но ладно Бомбу Будет ставить Мне бомбу Не ставят Овердрайв Забрали Вроде как Даже наш Тиммейт Забрал 14 кило До конца Нам бы Еще бы Один Овердрайв Реализовать Было бы Уже Неплохо Было бы Уже Неплохо Да Бомбочка Залетает Ай-яй-яй-яй-яй Не дали мне здесь Отъехать К сожалению 56 кило До 60 Дотянем Если сейчас Грамотно Овердрайв Раздать То я думаю Что дотянем Я думаю Что дотянем Так Урон Что-то не наносится А вот Наносится Так Овердрайв От нашего Тиммейта Сразу Добавку Сверху Даю Потому что Можем Закончить Катку Я не успею Раздать Овер Лучше Я прожму Сразу Чтобы Если что Он раздался Так 59 кило Еще Один Кильчик Сделаю Сделаю Будет Супер Один Кильчик Мне надо Один Кильчик Один Кильчик 60 кило Будет Закатку Давай Хорошо 60 кило За бой На дико Вулкане Офигеть Бомба Просто бомбочка 60 кило 60 на 12 Катку Заканчиваем По скил Делают Наши тиммейта Да Ну что я могу сказать 5000 крисов 5000 крисов За ТДМку Офигеть Это очень круто Это очень хороший результат Ну и теперь Нам надо сыграть Контроль точек Надеяться На то Что у нас Тоже будет Хорошая Плотная Каточка На которой Нам удастся Показать Хороший результат Надеюсь Что это будет Новая Именно Новая Катка Не начатая А новая То есть По сути Я за такую Катку Получил бы 10 тысяч Кристаллов Если бы у нас Были бы Сейчас Повышенные Фанды Что является Очень и очень Крутым Показателем Но Нас Запикивает Снова На Песок И он Начатый Ну ладно Пусть будет Пусть будет Начатый Прошло Уже Три с половиной Минуты Из минусов Таких каток Сразу могу сказать Что Плохо Когда вы Запикиваетесь В начатую Катку Потому что У противника Уже есть Овердрайв И у вас Его еще Нету Но В данном Случае Есть Довольно Хорошая Карта Соответственно Надеюсь На то Что Мы Сейчас Это дело Сумеем Компенсировать Центрального Овердрайва Здесь нету Потому что Это ЦП И на Точке Где должен был Выпадать Овердрайв Тут стоит Точка А Ну и Будем Пробовать Сейчас Залетать На первое Место Как минимум В катке И выигрывать Ее Может быть Даже Удастся Сделать Ее Быструю Досрочку Для песка Вообще Диктатор Подходит Идеально Идеально Подходит Диктатор Вулкан За счет Верхнего Прострела За счет Верхнего Вот этого Яруса Диктатор Здесь Работает Очень Круто Очень Достойно Противник Постоянно В центре Находится Вам не надо Качать Корпус Вам не Ничего Просто Стоите И за счет Вот этого Хорошего Верхнего Обстрельчика Накидываете Урон На постоянной Основе Без Особых Проблем Так Вика Рейс В овердрайв Не будет Жать Надеюсь Что нет Так Овердрайв Не прожимает Плюс Вика Рика Надо Быстренько Было бы Слить Но я его Не добиваю Кто-то Здоровается Передаем Привет Конечно же Молодому Человеку Так Но мне 150 У первого 300 Ну и Пробую Сейчас его Обгонять Будет Совсем Скоро Уже Овердрайв Можно Остыграть Отлева Лева Мне здесь Как-то Более Приятно Более Удобно На этой Карте Сразу Раздаем Овердрайв Только Появляется Долго Овердрайв Держать Здесь Нету Смысла Тиммейт Рядом Был Противник Центр Открывается Два Слили Три Слили Три Три Молодых Человека Под Овердрайвом Уничтожили Отлично Я считаю Что очень Даже Очень Даже Хорошо Давайте Давайте Пробуем 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 Сейчас мы Весь Отрыв Который Ребята По очкам Дали За Три С Половиной Минуты Сейчас мы Его Быстренько Весь Скрутим И Начнем Уже Отрываться От Первого Места Который На данный Период Времени В этой Катке Есть Да То есть Ну Днем Записывая Конечно Видос Игроки У нас В катках Попадаются Не Самые Сильные Это Очевидно Что В этих Картах Подбор Ну Довольно Таки Не Серьезный Да То есть 15 на 2 Это очень Хороший Результат По счету И не Только Благодаря Вооружению Крутому Но И Благодаря Тому Что У нас Есть Команда Посильнее Чем Команда Противников Да Ну И Здесь Резов Нету Противник Очень Легко Открывается Соответственно Мы На постоянной Основе Наносим Очень Хороший Урон Это Все Работает Работает Очень Эффективно Так Ну И У Нас 36 Килов Уже 36 Килов Я Надеюсь Что Мы На Этому Не Остановимся Надеюсь Что мы Сейчас Еще Докидаем 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 Овер Второй Появляется Появляется Второй Овердрайв Раздаем Его Сходу Не сказать Что это Грамотный Овердрайв Но Это Овердрайв С точки Зрения Того Чтобы У нас Накопился Сразу Быстро Следующий Да И Чтобы Мы Уже На Постоянной Забирали Дополнительные Очки Может Быть Сейчас Еще Один Овердрайв Успеет Накопиться Хотя Мы Катку Очень Просто Выигрываем И Быть Может Даже Будет Досрочка Сейчас У нас Если Точки Мы Не Отдадим Я Даже До Первого Места Еще Не Дотянулся То есть 300 Очков Отрыва Только Только Вот Сократились Да То есть Ну Моя Команда Значит Тоже Довольно Таки Неплохо Откатывает Эту Катку 21 Килл 21 на 3 Даже УП Можно Здесь Очень Хорошее Сохранять В таких Боях Играя На этом Замечательном Вооружении Я Честно Не удивлен Я Не удивлен 47 Меня Даже Успели Здесь Обогнать Опять же Обратно Успеем Что то Еще Здесь Не кидать Единственное Вот Мне не нравится То что С респа Иногда Вулкан Сразу Не Начинает Стрелять Ну И Все Катка Заканчивается 21 Килл Очень Быстрый Бой И Я Грубо Говоря Успел По очкам Еще И Догнать Тех Ребят Которые Играли 3 С Половины Минуты Уже В Катке То есть Тоже Очень Очень Неплохо Так Что Если Подводить Итог Я Вам Станции Будет Показывать Очень Круто И К нему Единственное Нужно Привыкнуть Да Реально Нужно Привыкнуть И Тогда У вас Смогут Вы Сможете Добиваться Хорошего Результата И Результата Лучше Чем На Летающих Корпусах По типу Паладин Как-то Так Мне Реально Очень Зашло И Это Еще Одно Вооружение Которое Мы Сумели Открыть На Стримах И Уже Продемонстрировать В этом Видеоролике Пишите Что вы думаете По поводу Этой комбины Если Пробовали На ней Покатать Было бы Интересно Узнать Ваше мнение Если Не катали То Мой Вам Совет Обязательно Ее Пробовать Первые Бои Будет Тяжело Непривычно Но Я Вам Посоветовал Преодолеть Этот Барьер Неудобности Вооружения И Потом Вы Уже Будете Получать Хороший Дополнительный Плюс Это Как Ну Условно Играть С дистанционкой На страйкере То есть Здесь Надо Привыкнуть И тогда Будет Вообще Круто Поддержите Дос Лайком Подписывайтесь Друзья На канал Если Вы Еще Вдруг Не Подписан Нажимайте На колокольчик Дабы Не пропускать Новые Видеоролики Ну А С Вами Был Мистер Ванька Всем Друзья Спасибо За Просмотр Всем Удачи И Всем Пока